Добрый день. Начинаем вебинары. Продолжаю серию вебинаров. Моя профессия трейдер. Если меня слышно, ответьте плюсиками в чат. Продолжение работы с инструментами, с различными финансовыми инструментами, различными финансовыми рынками, и в частности более подробно хеджирование позиций, инструменты для хеджирования. Вкратце тема сегодняшнего вебинара представлена достаточно сжато. Хеджирование позиций – это способ открытия сделать на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, открытием противоположной позиции на другую. В частности, этот способ применяется при торговле финансовыми инструментами. Финансовые инструменты могут быть прямые как пара, и как чистый фьючерс на евроюсд. В этом случае эта пара представлена как евроюсд, а фьючерс как 6е. Это условное обозначение финансовых контрактов на фьючерс по паре евроюсд. Соответственно, соответственно, одним из основных аспектов хеджирования является то, что пара евроюсд торгуется круглосуточно. Не имеет разрывов между экспирациями контрактов. А фьючерс на евроюсд имеет дату экспирации. Это могут быть одномесячные фьючерсы и трехмесячные фьючерсы. Также пара евроюсд производится с потовой торговли торговли в яме, где производится непосредственно заключение контрактов, но все равно заключенные сделки в яме попадают в электронную торговую систему и формируют цену на пару евроюсд. В частности, известно, что позиция большинства брокерских домов по евроюсд имеет целью продаж. То есть длинная позиция по продажам на уровне 1.08. Притом очень много контрактов. Таким образом, ценовые уровни, на которых открывается сделка по финансовому инструменту евроюсд или по фьючерсу, может быть открыта путем отложенного ордера. Это buy limit, sell limit, stop take profit, защита противоположной сделкой по фьючерсу, торговля на межбанковском рынке, на межбанковском рынке, торговля с фьючерсами, в том числе и опционная торговля, там где трейдеры получают, не получают некоторые средства не за счет движения пары, а за счет ценовым уровням, так называемым опционным уровнем. Таким образом, способом для хеджирования позиции, целью сохранения депозита, как видим, основной целью хеджирования выступает не снятие рисков, а их оптимизация. В частности, если евроюсд обычно торгуются без ГЭПов и имеет так называемый прангерный период, то фьючерс, когда происходит экспирация одного контракта, то брокер закрывает вам все позиции по этому инструменту и при начале прорывает действие следующего контракта. То есть в этом случае по фьючерсу 6Е, возможен ГЭП, ГЭП может быть совершенно различным, но обычно он достигает примерно 20-25 пунктов. Таким образом, если при начале торговли контрактом по фьючерсу 6Е, вы совершаете две противоположные сделки, то у вас уже есть разница примерно в 20-25 пунктов. К дате окончания экспирации контракта, то есть к дате переставления его на рынке, этот спред сужается. Таким образом, трейдер при правильном позиции, при правильном рассчитанном направлении, может к окончанию действия контракта по фьючерсу 6Е получить примерно 15-18 пунктов. То есть этот способ хеджирования является способом снижения оптимизации рисков. То есть трейдер или получает эти 18-15 пунктов, или же с его счета списывает с убыточной позицией в те же самые 15-18 пунктов. То есть таким образом, этот способ хеджирования достаточно простой и позволяет трейдеру более или менее управлять рисками собственного счета. Все позиции по фьючерсу можно найти на СМИ. Рассчитать спрос и интерес и занять соответственную позицию. Для этого следует изучать так называемый открытый интерес коммитментов трейдер для выяснения совокупной позиции 10 ведущих брокеров США. То есть если большинство брокеров начинает продаж от некоторого ценового уровня, то есть смысл занимать позицию на продажу с учетом последующих хайк, близко к цене, от которой были совершены продажи большинство трейдеров. Этот отчет публикуется еженедельно и представлен на сайте группы СМИ. Чикагская биржа. Таким образом, к управлению капиталом, как одной из основ мани-менеджмента, относится и снижение рисков. То есть снижение рисков как способ снижения рисков. Конечно, прибыль у трейдера не очень большая в этом случае, но тем не менее аккуратный трейдер, имеющий целью не просто заработать, но и сохранить депозит, может этим способом воспользоваться. Поэтому, если есть вопросы по этим инструментам, по этим инструментам, финансовые инструменты и фьючерсы, финансовые инструменты и фьючерсы на них, отчеты по спросу и предложению публикуются на СМИ, Чикагская биржа. И трейдер может совершенно спокойно рассчитать двойное хеджирование, двойное хеджирование, скажем, покупка еврою, совершить противоположную сделку и так далее. То есть, эти инструменты, которые имеют, как производную фьючерс, их гораздо больше, эти инструменты, приведены только как пример, позволяют трейдеру сокращать риски и управлять своим счетом. В частности, одним из способов хеджирования является работа с парой американский доллар, японская иена и американский. Один из инструментов покупается, другой продается. Один из инструментов покупается, другой продается. Но для этого трейдер нужно работать некоторыми математическими способностями, для того, чтобы рассчитать зависимость от размера депозита, стоимости пункта, привеличение хода инструмента в пунктах или страховать собственные депозиты от рисков избыточной просадки, или же зарабатывать. Таким образом, способ хеджирования позиций трейдерам относится к трейдерам, которые достаточно аккуратно относят к собственным депозитам, и основной целью их является именно сохранение депозита. Почему я об этом говорю? Потому что, в принципе, американская стратегия работает финансовыми инструментами, очень сильно отличается от тех стратегий, которые предлагает российский рынок. Основная задача хедж-фондов, американских хедж-фондов, партфельных управляющих, это сохранение депозита клиента. Притом, на очень простых схемах. В частности, если успешный трейдер работает с американскими инвесторами, и показывает запредельную прибыль, то большинство инвесторов от такого трейдера просто уходит. Потому что американских инвесторов беспокоит очень высокий процент прибыли. То есть, они могут рискнуть на полгода, на год, на несколько месяцев, а затем, из-за очень высоких рисков, которые не видят растущей прибыли, они могут просто уйти. Почему? Потому что в этом главное отличие психологии инвесторов России и психологии инвесторов американцев. Вопросы будут по... Вопросы будут по... Вопросы Таким образом, трейдер... Таким образом, участвующий в работе финансовых рынков каждый раз сталкивается с выбором. Каждый раз сталкивается с выбором. При активной торговле трейдер получает повышенные риски. При торговле со страхованием рисков или хижированием трейдер получает более или менее спокойную возможность управлять своим капиталом и занимать долговременные позиции. То есть, по вопросу хижирования, я хотел бы обратить внимание, что инспирация контрактов, финансовые инструменты, которые которые представлены именно здесь, в сегодняшнем вебинаре, это возможность подбора такой стратегии, при которой и прибыль может быть незначительной и улучшить, и улучшить, так называемая спокойная торговля. То есть, те же самые 18 пунктов при правильном управлении депозитом приводят к тому, что трейдер при хорошо разработанной торговой стратегии, хижировании инструментами, они представлены здесь основные инструменты, инструменты межбанковского финансового рынка и инструменты фьючердсные, которые торгуются на Чикагской бирже, по ним производится еженедельный отчет, и трейдер может рассчитать позицию в зависимости от позиции большинства крупных брокеров США. Таким образом, хеджирование позиции путем покупки и продажи инструментов на различных финансовых рынках приводит к тому, что трейдер снимает психологическую нагрузку, имеет больше свободного времени и более грамотно управляет своим счетом снижение рисков, то есть прямая психологическая нагрузка при торговле на финансовых рынках. Основная цель при такой работе или стратегии это сохранение депозита, то есть прибыль может или расти, или снижаться, или трейдер может получать убытки, даже в долгосрочной перспективе не очень велики. Прошу вопросы по теме сегодняшнего вебинара. Также необходимо учесть хеджирование позиций путем покупки и продажи одного и того же инструмента на различных финансовых рынках при торговле при торговле на примере пара евро и USD фьючерс на евро всегда уплачивает свопы. Это тройной своп среда-четверг и своп за выходные дни и своп за выходные дни пятница-понедельник. В случае торговли в случае торговли трейдер однократно уплачивает трейдер однократно уплачивает комиссию закрытие позиции так называемого раунтен в круговую в круговую и более и более более не имеет ни более не имеет списания за своего счета за поддержание позиции. То есть это также надо учитывать. Что свопы, которые трейдер уплачивает при ежедневной торговле если пара имеет всегда отрицательные свопы это частности по паре евро и USD у большинства ведущих брокеров то трейдеру нужно также учитывать свои договоры то есть пара с положительными свопами то есть если трейдер стоит в покупке по австралийскому доллару покупка против большинства валют основных валют в том числе и австралиец новозеландец то в этом случае трейдер то в этом случае трейдер при существующей процентной банковской статке будет иметь всегда положительный своп таким образом это пара наиболее выгодна для торговли при хеджировании позиций Покупка out USD, покупка out японская иена, канадец, со швейцарством сложнее, там высокая банковская ставка, евро аут и совершение противоположной сделки по фьючерсному инструменту. То есть продажа фьючерсного контракта на настралийский доллар, то есть по фьючерсному контракту комиссия уплачивается однократно, по финансовому инструменту трейдер имеет накопленную слоговую позицию, которая всегда положительно при торговле против большинства валютных плат. То есть трейдеру нужно самому в этом случае заходить на новостной ресурс, на котором представлены банковские ставки. И четко выяснив разницу банковских ставок существующих на текущий момент, банковские ставки сейчас представлены. Банковские ставки сейчас представлены на мониторе, на мониторе. Централ Бэнк Рейтс. То есть мы видим, что покупка австралийского доллара против большинства валют всегда будет иметь положительный слог. Тройной слог в ночь со среды на четверг и слоговая позиция, то есть перенос позиции через ночь с пятницы до понедельника. Таким образом здесь трейдер получает положительную слоговую позицию. В частности, на объеме плотом 0,21, это примерно 1,25 доллара. Каждый день разница открытия-закрытия по паре аут USD и фьючерс 6А достигает примерно 18, может быть 15 пунктов. То есть при правильном направлении торговой, то есть при правильно выбранной торговой системе трейдер имеет эти 15-18 пунктов плюс накопленную своповую позицию. Таким образом, этот способ торговли, то есть трейдер занимает позицию в течение примерно одного месяца, необходимо четко знать, что большинство брокеров закрывают, начинают закрытие открытой позиции трейдерам по фьючерсам. За 2-3 дня до экспирации контрактов может быть большое ценовое колебание, выравнивание ценовых уровней, текущих ценовых уровней, так называемая котировальная цена, то есть то, что вы видите в терминале, могут быть скачки. Поэтому позиции в большинстве случаев приходится закрывать вручную. На примере пары на австралийский доллар, японская иена, разница банковских ставок достигает 90% плюс процента, положительный своп, Плюс разница между финансовым инструментом и фьючерсом, 18-20-25 может быть пунктов предкрытия очередного контракта. Консумист дает ему накопленную совокупную позицию с небольшим выигрышем. Поэтому прежде чем начинать хеджирование по торговой системе, хеджирование рисков, трейдер должен очень четко изучить ставки центробанков, новостной режим. Сейчас ситуация по Австралии достаточно благоприятная. Японская экономика занимается так называемыми финансовыми интервенциями, то есть избыточное снижение стоимости иены. Австралийский рынок имеет очень большую зависимость от китайских и тихоокеанских рынков при благоприятной экономической ситуации в Австралии. Сейчас я переключусь на терминал, вернее, даже просто покажу, каким образом высчитывается экономическая ситуация. Рассчитывается время для открытия позиций и дальнейшая торговля. То есть фильтруем новость. В данном случае интересует австралиец, японская иена и американский доллар. Займы на домостроение, один из основных показателей австралийской экономики, снижаются. То есть наличных средств достаточно на руках, отсюда можно ожидать увеличение покупательского спроса на розницу. Согласие потребителей, это завтрашняя новость. Смотрим новостной режим за текущий месяц. Индекс производителя немножко снизился. По Японии безработица выросла. Затраты по Японии на поддержание домохозяйства, один из основных показателей японской экономики, хуже. Стоимость по Австралии улучшается. Целевой уровень инфляции по Австралии 0.04. Предыдущее значение прогноза нет. Текущее значение внутри. То есть инфляция уменьшается. Монетарная база год-году видно, что по японской иене идет снижение. Таким образом, достаточно благоприятная позиция для покупки австралийца при существующих банковских ставках. Это мы видим в левой колонке. Текущий новостной режим. То есть новостной режим в этом случае отражает экономическую ситуацию. То достаточно благоприятный момент, я конечно не даю прямую рекомендацию. Непосредственно вот сейчас в этом рынке по Австралии. Непосредственно вот сейчас в этом рынке по Австралии. Потому что ценовой уровень оказался пробит вниз. Возможно техническая коррекция. Но в дальнейшем, это пара как один из наилучших инструментов для хеджирования, может быть рассмотрена к совершению покупки. Разрешения на домостроение ухудшились, то есть меньше получили разрешения по Австралии. Целевая инфляция уменьшилась. Объявление о найме на работу также уменьшается. Увеличилась занятость населения. Домохозяйство за счет накопленных ресурсов меньше завершают банковские займы. Меньше строят. Индекс обслуживания, то есть розничная торговля вырос. То есть деньги работают, так можно сказать. Торговый баланс по Австралии улучшился с минус 2,79 до минус 0,43. Это очень значительная величина. Это очень значительная величина. То есть экономическая ситуация в Австралии для совершения хеджирования, попая австралийский доллар и японская еда. То есть налицо явное улучшение экономической ситуации. Таким образом, любая пара, которую трейдер выбирает для хеджирования, то есть страхования депозита от риска, каждый раз очень внимательно рассматривается. По новостному режиму за прошедшие месяцы, за текущий месяц, ценовой уровень, на котором находится финансовый инструмент, японская еда и фьючерс на австралийский доллар. При этом совершается сопоставление со спросом и предложением, совершенным 10 ведущими американскими брокерами. Эти отчеты запаздывают на неделю, но публикуются регулярно. Таким образом, это один из способов успешной торговли на финансовых рынках. То есть вот хороший вопрос. То есть вот хороший вопрос. Банковские ставки меняются не очень часто. Банковские ставки меняются не очень часто. Надо учитывать политику центробанков стран, имеющих национальную валюту. Евро это многонациональная валюта. Британский фонд, австралий, австралиец, американский доллар. Это валюта одной стороны. То есть доллар, Америка и так далее. То есть нужно учитывать, что заседания центробанков, на которых принимаются решения о повышении или понижении банковских ставок, происходят не очень часто. То есть каждый раз вы должны внимательно знакомиться с экономическим календарем на текущий месяц. Обычно ставки центробанков объявляются раз в три месяца. Иногда чаще, иногда реже. То есть это всё зависит от решения правительств, имеющих национальную валюту, в которую входит много стран на примере евро, публикуются всегда в экономическом календаре заранее. Также надо учесть, что экономическая политика или финансовая политика в частности в Австралии, это страна, которая наиболее часто корректирует процентную банковскую ставку, то есть ставку, по которой жители Австралии берут кредиты. Всегда изменение банковской ставки на примере Австралии объявляется заранее, и прежде всего меняется процентная ставка на банковские кредиты. После этого обычно меняется ставка центробанка. После этого обычно меняется ставка центробанка. То есть если в новостном режиме именно по Австралии вы узнаете, что австралийская банковская ставка на потреб кредиты изменилась в ту или иную сторону, то есть увеличилась или уменьшилась. Следом, необходимо ждать, что ставка центробанка будет изменена. Это вот особенность именно австралийской финансовой системы. Американская, европейская и остальные финансовые системы не так же отличие. Обычно Европа повышает банковскую ставку после Америки. То есть для европейских рынков большую значимость имеют американские рынки. И европейский рынок в основном-то ориентирован на экономическую ситуацию, которая развивается по американскому рынку. В частности, если видим, что американская экономика начинает рост, то в течение 3-6-8 месяцев будет наблюдаться ухудшение экономической ситуации в Европе. Это все нужно очень хорошо учитывать и изучать именно особенности движения финансовых рынков по выбранной валюте. В зависимости от экономической ситуации во всем мире. Тема достаточно интересная и сложная, на одном вебинаре это все не расскажешь. Поэтому меня больше интересуют вопросы, которые вы имеете на текущий момент. То есть давайте рассмотрим ситуацию сегодняшнюю по рынку. Каким образом выбрать момент для входа попали австралийский доллар, японская иена или австралийский доллар, американский доллар и так далее. С точки зрения сохранения депозитов, уменьшения рисков для трейдеров, уменьшения рисков для трейдеров по потере депозитов. Сейчас я буду демонстрировать рабочий терминал, для чего это я делаю, для того, чтобы трейдер каждый раз имел опору для успешной работы по выбранному инструменту. Успешная работа по выбранному инструменту, именно стратегия хеджирования рисков. Здесь видим австралийский доллар, который имеет некоторые ценовые уровни. Который имеет некоторые ценовые уровни. Расчерчивание графика я сделал заранее. Почему? Потому что этими инструментами я активно пользуюсь. Притом я выясняю на долгосрочном таймфрейме наиболее часто повторяемые ценовые уровни. Их я отмечаю особо как уровни горизонтальной коррекции. Мой монитор трейдером видно? Видно. Видно. Это хорошо. Это хорошо. То есть я перехожу непосредственно к демонстрации. То есть я перехожу непосредственно к демонстрации рабочего стола трейдера. Рабочего стола трейдера. Терминал МТЧ. То есть видно, что... Я выбрал основным таймфреймом это сутки и недели. При этом на графике практически нет ни одного индикатора. Есть только ручная разметка, которая была совершена по торговой стратегии ценовые каналы. Это два хай, один лоу. Ценовые каналы, трендовые каналы всегда параллельны и наклонны. Горизонтальные ценовые каналы. Горизонтальные ценовые каналы. Это коррекционные каналы. Это коррекционные каналы. Если нанести на этот график накопленный тиковый объем, то при наличии больших зон спроса предложения, то есть коррекционные зоны, в которых она разворачивалась, видно, что при большом накопленном тиковом объеме всегда происходит разворот цены. Цена может находиться в коррекционном канале, горизонтальном канале, горизонтальный канал или наклонный канал. То есть для хенджирования необходимо выбирать благоприятный момент на более длительном таймфрейме. В этом случае пара аут USD, недельный таймфрейм, вычислить зоны консолидации интереса. В данном случае это все разворотные зоны, тестирование, пробой, возвращение и дальнейший рост. То есть наиболее привычный ценовой уровень для пары, австралийский доллар, американский доллар, находится на уровне 1.096. 1.096, сейчас это 0.28, то есть это примерно 700 пунктов, очень хорошая прибыль для трейдера. Как можно отметить, в настоящий момент австралийский доллар находится как раз между двумя коррекционными курами, недостаточно четко следует по наклонной трендовой линии. То есть если признать, что это основной ценовой канал, это так называемый шум рынка, что в этом случае трейдер имеет стоповую позицию 140 пунктов при ценовом движении в 600 пунктов. То есть соблюдается пропорция, риск-профит, риск-профит, 1 к 4 и даже 1 к 5. То есть профитная зона для трейдеров в 5 раз больше, чем зона риска. Таким образом можно хеджироваться по фьючерсу 6А, иметь положительный своп по австралийскому доллару, ежедневный положительный своп, и к окончанию торгового периода иметь хорошую прибыль на счету. Это для спокойного, уверенной торговли. Своповые позиции брокеры выкладывают на сайтах. Фибокгрупп показывает своповые позиции непосредственно в терминале трейдера. То есть видно, что своп лон 6.03 доллара. 6.03 доллара. Своп на продажу. Своп на продажу. 7.75 в минус. Таким образом гораздо выгоднее покупать австралийский доллар против японской иены, нежели чем продавать. Нежели чем продавать. То есть по финансовому инструменту трейдер имеет или положительный своп при покупке или отрицательный своп при продаже. То есть этот своп каждый день начисляется трейдеру на его депозит. Поэтому выбрав благоприятное время для входа в рынок, трейдер может иметь положительный своп при покупке аудио.сд. Ну давайте посмотрим еще и аут японская иена. И захеджировать риски противоположной сделкой на другом финансовом рынке по тому же инструменту. То есть продать австралийский доллар, австралийский доллар, однократно уплатив комиссию, по инструменту 6А, и получить разницу при открытии и закрытии контракта. То есть это достаточно тонкая схема для хеджирования риска. Смотрим своповую позицию по австралийскому доллару против ем. Долгосрочная позиция 3.93 на покупку и на продажу минус 7.30. То есть это нужно четко учитывать, что все практически финансовые инструменты на именно Форексе имеют результатом при работе с австралийцем. Имеют результатом при работе с австралийцем. Как положительная своповая позиция при покупке. Поэтому нужно быть аккуратным и совершать правильные сделки. Это понятно, да? Это понятно, да? По текущей позиции я дожидаюсь... По текущей позиции я дожидаюсь... Момента... Момента... ...продукт... 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 совершает некоторые колебательные движения. То есть при покупке австралийского доллара, японского иена, вы имеете меньше положительных слов. При покупке австралийского доллара, вы имеете больше положительных слов. То есть можно работать для снижения рисков, противоположной сделкой по фьючерсу, то есть продажа фьючерса и покупка австралийского доллара против японской иены или американского доллара. Я попрошу повторить вопрос, то есть там вопрос касался... То есть там вопрос касался валют, как чистого финансового инструмента. То есть если вы покупаете австралийский доллар против американского доллара, то получается сделка. Покупка австралийца, продажа американцев. Одновременно, если вы покупаете американцы, продаете австралийцы, у вас образуется так называемая локовая позиция. То есть невозможно один и тот же финансовый инструмент при грамотной торговле и получении профита, пусть даже незначительного насчет трейдера, совершить одновременно. То есть это будет локовая позиция. То есть это будет локовая позиция. То есть продаем австралийцев, покупаем американцев. Имеется отрицательный своп, который гораздо больше, нежели чем своп при покупке. Таким образом, локовая позиция австралийский доллар, американский доллар, всегда будет приводить к тому, что накопленная своповая позиция, у вас будет отрицательная. То есть человеку нет смысла, трейдеру нет смысла загонять себя в убытки намеренно. Таким образом, лучше подобрать брокера, который предоставляет трейдеру возможность работать не только с финансовыми инструментами. Австралийцы, как парам, но и с фьючерсами, на основные финансовые инструменты. В этом случае хеджирование рисков или страхование депозитов за счет совершения хедж позиций является уже торговой системой, которую применяют очень многие ведущие брокеры. Это видно в частности на примере американский доллар и фондовые американские индексы. Локовыми стратегиями советую не заниматься. Обычно локовые стратегии очень трудно торгуются, очень трудно закрываются позиции. И зачем трейдеру иметь личную психологическую нагрузку, если можно применить более простые способы хеджирования позиций, то есть страхование депозитам? Это понятно. Это понятно. Тогда, пожалуйста, вопрос еще раз повторите. Почему? Потому что вопрос там, так сказать, выводил на позицию, что это будет локовая позиция. Покупаем австралийский, правильно. Покупаем австралийский, правильно, дальше. Индекс доллара. Немногие брокеры предоставляют возможность работать с индексом доллара. Давайте посмотрим сейчас в Сибу Групп. И рассмотрим позицию по текущему значению. Я открою сейчас финансовые инструменты. Я открою сейчас финансовые инструменты. И посмотрим, есть ли индекс доллара в финансовых инструментах. И посмотрим, есть ли индекс доллара в финансовых инструментах. Да, вот он, DX3. Он так и называется. Да, вот он. x3 он так называет так немного выше так немного выше сейчас посмотрим на индекс доллара посмотрим и на австралийский доллар то есть я вытащу одновременно графика австралийцам и индекс доллара да ладно да ладно терминал у меня к сожалению терминал у меня к сожалению перегружены над все финансовые инструменты которыми я торгую и и и и и и то есть сразу видно разница в стоимостях и и с cane и по этому трейдеру необходимо очень хорошо рассчитать Очень хорошо рассчитать процентное соотношение между стоимостью двух финансовых инструментов, посчитать количество лотов, которые он сможет открыть при совершении сделки. На спред, который имеется по тому или иному финансовому инструменту, это очень четкие математические расчеты. Сейчас терминал обновится, я сразу поставлю для сравнения два финансовых инструмента, ни разу к такому способу хеджирования я не прибегал. Но по прошествии торгового периода недавние сроки видно, что в основном движение австралийца против американца и движение индекса доллара не имеет ярко выраженной тенденции. То есть такой способ хеджирования более рискован, нежели торговой фьючерсом. Это часовые графики, видно, да? Что есть зона снижения по индексу, колебания по австралийцу, и только вот начинается хорошая зона для открытия позиции. То есть этот инструмент более рискован для хеджирования, нежели чем прямая работа с фьючерсом и финансовым инструментом. То есть здесь мы имеем, так сказать, неравную позицию по управлению рисками. Необходимо выяснить стоимость по DXH3, тем более, что этот контракт имеет экспирацию. Общий расчет позиции производится по аналитическому графику. Это именно инструмент для анализа рынка, но не для открытия сделок. CFD трейдинг и CFD контракта на разницу для анализа. Сейчас данные подкачиваются и смотрим. То есть это так называемый график для анализа или склеенный график, который не учитывает экспирацию контракта. Который не учитывает экспирацию контракта и имеет более длительный срок подкачки данных. То есть видно, что инструмент, вернее, стратегия по покупке австралийца против американца и работа с индексом. Имеет больше сложности, потому что индекс финансового инструмента, американский доллар, зависит от экономической ситуации. Австралийский доллар – это Тихоокеанский регион. Экономическая ситуация по Австралии более благоприятна. Экономическая ситуация по Австралии более благоприятна. Банковские ставки меняются более часто, чем в Америке. Америка закачивает рынки, так называемые, контитетив-изинг уже. Третья волна прошла. Третья волна прошла. Громадные объемы закачанных средств для экономики. Австралия – одна из многих стран, которая не занимается выпуском в рынок избыточного количества валют. То есть это страна, которая живет по собственной экономической стратегии, отличной от стратегии американской и европейской. То есть все независимые валюты в прошедшем кризисе более успешно выстоят. И экономить тех стран, которые имеют независимые валюты более устойчивые. То есть вкладывание в страны с независимой валютой более выгодно. Если кризис имел некоторую флуктуацию по странам мира, то Австралия, имеющая независимую валюту, имела лишь трудности с импортно-экспортными операциями. Поэтому этот инструмент покупка АУДИ, USM и работа с продажей одновременно индекса американского доллара... ...не очень хорошая стратегия для хеджирования. Это видно на графике. То есть здесь экономика и финансовые инструменты, Здесь независимая экономика на достаточно узкой территории Это понятно, да? Ну вот, покупаем австралийский доллар Ну вот, покупаем австралийский доллар Покупаем индекс доллара Ну что происходит? То есть вы видели, что в случае, в случае, в стратегии, которую вы предлагаете, и одновременно покупаем индекс доллара, американского доллара То есть получается, что в этом случае, при движении австралийца индекса вверх, вы имели бы большую прибыль При продаже, при движении австралийца вниз, вы имели бы большую прибыль Это не стратегия для хеджирования То есть хеджирование в данном случае, это снижение рисков по потере депозита и части По потере депозита или части депозита Понятно, да? Давайте сделаем перерывчик Давайте сделаем перерывчик Вы подготовьте вопросы Значит, графики с наиболее похожими по направлению движениями Это трейдер Самостоятельно исследуют рынки Самостоятельно исследуют рынки Лучше всего работать с финансовыми инструментами, которые торгуются на различных рынках То есть пара, финансовая пара И фьючерс И фьючерс На ту или иную валюту На ту или иную валюту То есть финансовая пара торгуется на одном рынке И соответственно нужно просто иметь брокера Который предоставляет И финансовый инструмент валютную пару И фьючерс, которые торгуются на другом рынке Для более детального анализа Для более детального анализа Конечно необходимо Иметь эти данные Хотя бы данные, которые можно узнать из хода Коммитмент оф трейдер В этом случае трейдер, как я делал недавно В этом случае я вручную расчерчивал Я вручную расчерчивал Различные пики точки коррекции на бумаге Различные пики точки коррекции на бумаге То есть просто вы выясняете То есть просто вы выясняете Недавние ценовые уровни по фьючерсу на евро Это вы получаете на чикагской бирже Это вы получаете на чикагской бирже Наносите, скажем, за прошедший год, высшую цену евро и низшую цену евро. Выясняйте объемы, которые наторговались внизу, объемы, которые наторговались в целом канале. После этого вы выстраиваете, скажем, понедельно или поддневно график. Какая цена была по закрытию рынка? Большинство трейдеров работает именно по закрытию рынка. Потому что закрытие того или иного таймфрейма, в том числе, может быть и одна свечка. Это законченный торговый период, который уже не изменится. Если вы выясняете, что на этом законченном таймфрейме был накоплен большой объем по так называемому коту commitment of traders, Значит, это разворотный ценовой уровень. Это ценовой уровень, в частности, ему торговаться один, два, три, там, две торговых, потом, ценовой уровень и так далее. Соответственно, это коррекционная зона. После коррекционной зоны всегда начинается трендовый канал. То есть, если вы имеете high, вы имеете low, длительность в периодах, в котором происходила торговля, если вы имеете следующую зону повышенного спроса, выясняете объем, то после этого вы принимаете решение в соответствии с графиком по финансовому инструменту. Это понятно, да? Это понятно, да? Давайте сделаем небольшой перерывчик. Давайте сделаем небольшой перерывчик. Вы подумайте над вопросами, и через 5 минут я вернусь. Вы подумайте над вопросами, и через 5 минут я вернусь. Продолжаем сегодняшний вебинар. Время уже подходит к окончанию. Поэтому, если вопросов нет у вас, я советую трейдера, который занимается в Голд Клубе, иногда на досуге прослушивать прошедшие вебинары, архивы наверняка есть в Голд Клубе. И в принципе, я стараюсь, вот в досуге и вебинаров, моя профессия трейдера, именно как профессия, показать, показать на дистанции, каким образом совершается мастерство трейдера, и какие вопросы возникают на тех или иных этапах. В частности, следующий вебинар пройдет по теме. Пройдет по теме. Эти вебинары проводятся по понедельникам. И в частности, все вебинары таким образом построены, чтобы у трейдера, или у новичка, или у профессионала сложилось целостное представление о профессии как трейдинге. Пройдет по теме. Это понятно, да? Это понятно, да? То есть, таким образом, это вот тема следующего вебинара, который мы проведем через неделю. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Удачи в торговле. Это понятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok